Армянская оппозиция празднует победу и начало новой эпохи. В центре Еревана, где оставались тысячи протестующих, новость об отставке Сержа Сараксяна вызвала бурю ликования. Противники премьеры заявляли о готовности продолжать демонстрации до победного конца и готовились еще к одному крупному митингу этим вечером. Но заявление лидера республиканской партии поставило в этом противостоянии точку. После слов о необходимости сохранения прежнего политического курса и безуспешных попыток полиции разогнать многотысячные демонстрации Сараксян уступил. Он признал победу лидера оппозиционной партии «Гражданский договор». Никол Пашинян был прав, я ошибся. Есть несколько решений, но ни одно из них для меня неприемлемо, говорится в заявлении Сараксяна об отставке. В главе государства он находился более 10 лет. Последние дни в качестве главы правительства. По новой редакции Конституции это теперь высший пост в стране. Лидеры оппозиции напоминали, что Сараксян сам обещал не становиться премьером. Он отвечал, что вынуден работать дальше, цитата, ради безопасного развития страны и урегулирования карабахского конфликта. Протестная кампания развивалась с марта, когда стало известно о выдвижении президента на пост главы правительства. 16 апреля, накануне голосования в парламенте, прошла первая серия крупных демонстраций. Тем не менее, Сараксян был назначен премьером. Сторонники оппозиции грозились блокировать центр столицы. Протесты продолжались, несмотря на то, что демонстрантов разгоняла полиция. Задержаны были и лидеры оппозиции, в том числе Никол Пашинян. Прокуратура обещала оставить их под арестом. Это лишь обострило ситуацию. В воскресенье, по разным оценкам, на акцию в центре Еревана вышли более сотни тысяч человек. Была информация об участии в демонстрации военных. Пашинян утверждает, что в этих условиях его освобождение добился первый вице-премьер Карен Карапетян, соратник Сараксяна по партии, который теперь стал главой правительства.